Здравствуйте, уважаемые друзья, гости нашего канала. Сегодня мы вас приветствуем с Мариной. Делаем предсказательный расклад для России на ближайшее время. Итак, первый вопрос. Будут ли в Российской Федерации какие-то митинги происходить, неподчинения по поводу того, что жизнь дорогая становится, как-то некомфортно жить и так далее? Да, здравствуйте, Роман, здравствуйте, юрители. Или, может, попытки переворотов каких-то там, не знаю. Посмотрим, будут ли митинги. Так, ну митингов прям конкретных таких я не вижу. Но если, понимаете, и будут, то совершенно такой митинг будет. Не значительный, не ущербный, не... Ну, это все-таки уходят на те митинги деньги, понимаете? Поэтому таких прям больших, грандиозных с жертвами я не вижу. Но, тем не менее, наверное, выстраиваться люди будут, где-то что-то профи будут говорить, но это не так сильно не повлияет ни на что, ни на правительство, ни на самих людей. Ну, то есть ни оппозиция не получится сделать какие-то митинги, да? Ни люди, как бы... Ну, прям какая-то борьба, война, что-то такого будет, нет, не вижу. Если пройдут, то такие. Незначительные, особо незаметные. Ни на что не повлияет. Ничего не повлияет с того, что даже произойдет. Переворотов никаких не будет. Ну, еще такой вопрос, в догонку к предыдущему видео. Держать деньги на счетах в банках будет выгодно? Будут ли еще банки разоряться, закрываться там? Есть ли опасности? Или, в принципе, в основных каких-то главных банках можно держать, выгодно будет, не проблемно в ближайшее время? Ну, давайте скажем, что вообще просто сейчас даже в этом году держать деньги свои, как бы, скажем так, еще опасно. Процентов больших я не вижу, что есть какая-то выгода в получении каких-то вот процентов прям. Нет, я даже скажу, что лучше не держать банки в этом году деньги свои. Я не вижу никакой колоссальной прибыли. Добро, какая-то утечка идет, что возможно. Вообще, в этом году нужно со своими деньгами распоряжаться очень бережно. Прям даже скажу, что нужно, как вам сказать, если вы какие-то хотите сделать покупки, вложения, все-таки вы прочитаете очень внимательный договор, чтобы их не потерять, чтобы они у вас не утепли. А почему-то мне вот так вот кажется, что даже какие-то сделки в этом году лучше отложить в этом году на эти сделки. Фильмы крупные не производить. И беречь деньги в банке не стоит в этом году. Посвятить время своему саморазвитию, развитию, как бы, это самое важное, я считаю, всегда. Этот год, по-моему, для этого и создан. Отработка кармы и вот духовное развитие. Там, с нами, там, еще с кем-то, самостоятельно. Видите, вот оно и выпало. Что в этом году важно? Видите, выпал капаж кубков, да, двойка кубков, да. Если у вас, вот у вас есть очень большой багаж, вы приходите на планету Земля, да, для его отработок. Вот падает вам дьявол, вот привожу, вот раскладывают, да, вот эти вот карты. Все ваши зависимости, вот, все ваши негативные такие поступки, посылы, скажем, да, злости. Даже можно сказать, вот эти вот, кто очень к склонен к изменам. Вот это нужно проработать в этом году. Это самый удачный год для того, чтобы со Вселенной, да, открылась у вас союз, и вы, как вот, ушли от этих греховных своих вредных привычек, да, вы отработали свою карму в этом году. И у вас тогда есть такая возможность на следующее открыть совершенно другую дорогу, совершенно другую жизнь, в которой вы будете проживать. Оно будет более успешно, более лучше. Но вот в этом году нужно вот позакрывать все свои вот эти вот негативы. И, соответственно, потом, если вы проработали, то это нельзя уже к этому возвращаться, нужно идти вперед. Так как видите, двойка кубков, а двойка кубков у нас в красе говорит о том, что это любовь, да, это любовь ко всему, ко вселенной, вот это вот любовь и вершит все. А чтобы перейти туда, нужно вот это все оставить в прошлом. Что будет с мигрантами в этом году? Сейчас вот занялись ими, как бы, да, то есть дальше чистить будут, и, по-моему, как бы не пускать, высылать из страны, да, то есть задействовать своих жителей. Сейчас посмотрим. Получится ли так или нет? Или все равно какие-то мигранты будут только, как бы, более легализованы, или из других стран, может быть, каких-то начнут приглашать? Ну, видите, все же такие будут призывать к каким-то, знаете, к каким-то обоснованным поступкам, скорее всего, это будет, ну, как... Максимально легализовать, да, будут? Вот, да, вот это слово я не смогла выговорить, поэтому я как-то вот... Будут делать более законные, значит, будут просматривать, будут ставить, значит, на какой-то учет на государственном виде, страшный суд, значит, в принципе, уже будут задействованы госструктуры о том, чтобы, наверное, у всех было какое-то временное пребывание, чтобы оно отслеживалось не так, что вот, как бы, сейчас очень есть, которые незаконно пересекают границы, да, проживают на Российской Федерации, скорее всего, это будут отслеживать, да, однозначно будет. Будут также не только идти еще и к семье, и, скорее всего, наверное, знаете, видите, по тройке мечей, скажем так, что если, наверное, будет кто-то один что-то сделать, если кто-то будет уходить от закона, да, и вот справедливость выпала к ней, значит, будут наказываться, скорее всего, даже вплоть... Ну, прям будут, да, за них прям возьмутся прям конкретно в этом году прям сильно. Ну, само количество уменьшится, как бы, да, из-за границы мигрантов в России? Общее количество. Ну, с этими новыми введениями и так далее. То есть будут они сюда продолжать ехать, или все-таки сами не захотят? Ну, вы знаете, скажем так, они как ездили, так и ездили, видите, шестерка Пентакли, они сюда ехали за заработками, они, по идее, как, наверное, на этом, наверное, построено все. Думаю, они как ездили, так и будут ездить. Но более будет уже... Он законен, скажем так, да. Больше будет под законом, потому что вот за это будет уже прослеживаться. Ну, по-новому они уже будут заезжать сюда к нам, понимаете? Ну, может быть, это будет искать пути, но, тем не менее, будут стоять о том, что будут контролировать уже люди. И еще и пятерка жезлов. Нет, здесь прям будут отслеживаться государственными культурами въезд и выезды, грамм. Но будут ездить, да, на заработку. Да? А зарплаты вообще будут расти как-то в Российской Федерации, да? Потому что там цены периодически растут, там санкции вводятся. Тенденция к росту зарплат хотя бы у кого-то будет, там, не знаю, госслужащих, там, бизнесменов. Вообще шансы есть какие-то? Ну, скажем так, что, скорее всего, да. Потому что, видите, за наш, ну, вообще, за труд человека будут, да, повышаться, будут какие-то перерасчеты, будут даже какие-то добавки, да, вот. Ну, скорее всего, не только, здесь карта еще семьи падает, но, скорее всего, будут повышать пенсионерам, не только госслужащим, но и госструктурам однозначно тоже будут. Учителям? Ну, госслужащим, да, скорее всего, в больницах. Первые такие, которые военные, полиция. Ну, а будет ли увеличиваться поддержка государства нуждающих слоев населения, там, бедных, там, многодетных? То есть, или это плюс-минус то же самое все остальное? Нет, здесь тоже будут какие-то субсидии, смотрите, видите, тут Пентакли, Солнце. Нет, для этого категория граждан все есть, и будет даже какие-то нововведения водителей, видите, карта еще выпала шута, да, значит, в принципе, еще будут какие-то новые законы для таких семей выдвигать, будут принимать, скорее всего, да. Да, это важный момент. Но вообще, как бы, цены, как бы, да, про цены мы, конечно, говорили уже в прошлый раз, там, что все-таки что-то будет расти, что-то нет. А демография, что с демографией будет? Население как-то будет уменьшаться, плюс-минус стабилизируется, или все-таки как-то удастся властям справиться, что начнет повышаться демографические показатели в ближайшее время? Ну, давайте скажем честно, еще пока население не восстановится, наоборот, уменьшается еще. Смертности больше, чем рождаемости. Ну, это значительное уменьшение будет. Ну, по смертности больше людей. Значительно больше. Рождаются, другое поколение рождается, духовно направленные, да. Чильные люди рождаются, но пока малые. Ну, пока смертные больше. Будут ли в этом году какие-то изобретения на территории Российской Федерации, которые как-то будут нашу страну прославлять, поднимать на самый верх, будут ли какие-то интересные прорывы в каких-то сферах научных? Вы знаете, скорее всего, мы преуспеем в военном деле однозначно, король мечей падает, да. Управление массово. Ну, вот это вот, в принципе, там мы преуспеем однозначно. Может быть, что-то там связано с атомом там или с ископаемыми? Нет, с ископаемыми мы пока не вышли на тот уровень. Нет, в военном деле мы преуспеем в разработке новых технологий. Ну, какие-то другие области, там, не знаю, космос, там, не знаю, питание, что-то еще там, может быть. В образовании будет какая-то смена в образовании. Что-то поменяется в образовании, скорее всего. Нет, колоссальных изменений не будет в этом году. Ну, что вы спрашиваете, вот в военностях в этой сфере преуспеем или в образовании что-то смена начнется. Начнется, по крайней мере, начало будет. Ну, а то, что вот очень много разных специалистов, эзотериков, ясновидящих говорят, что из России пойдет духовное развитие, это еще не в этом году начнется, или уже зарождение есть. Прямо вот Россия, как бы, да, там, будет учить потом весь мир как бы лидером таким духовным станет. То есть пока не прослеживается эта тема? Россия и ждет изменения, да. Будет изменения в духовной сфере, конечно же, как вот вы и сказали, Рыцарь Кубка, в Сибири, да, ждет изменения. Но еще прям в этом году колоссального счета на тот уровень мы еще не выйдем. но люди начинают, да, понимал, преобразовывать. Так. Скорее всего, знаете, людям в России, ну и скорее не только в России, не скажу, что прям только в России люди обладают эзотерическими знаниями. Ну, людям сейчас, как бы, понимаете, люди начинают, то есть сколько они люди, сколько души начинают. Такой душам дан шанс вспоминать, понимаете, очень много людей вспоминают души, то есть то они могут, что ну не только в России, я вижу еще в других городах, в других странах чтобы вот, ну это не на этот год, однозначно. На этот год не вижу прям колоссальных всех изменений именно в этой сфере. Ну, есть люди, да, очень много становится на этот путь развития. Но все равно зачатки хоть какие-то хорошо. Благодарим за то, что вы с нами развиваетесь, смотрите наши видео, поддерживайте наш канал, пишите побольше своих мыслей на канале, предложений. Благодарим Марину, тех создателей, сущностей, которые за картами стоят, нас учат, мы тоже стараемся нужные, важные предсказания, информацию давать вам. Вот, кого интересуют личные консультации, всегда вас ждем, всегда поможем, направим. Успехов всем, развития и счастья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok